Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но всё это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачёва «Всё обо всём». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Всё обо всём». Программа без возрастных ограничений. Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачёв. И познавательная передача для всей семьи «Всё обо всём». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. Сегодняшняя наша тема – самые опасные хищники океана. И передачу «Вместе со мной» ведёт Тася Лазарева, ученица 4-го класса школы 1284. Помаши ручками всем, скажи привет, Тася. Здрасте. Всем здрасте. Друзья мои, выбрав название для формулировки этой темы, я долго думал, каких животных выбрать в качестве предмета для разбора сегодняшнего. И выбрал, пожалуй, самых опасных, самых зубастых хищников, которые обитают в морях и океанах. Мы поговорим сегодня об акулах. Мы поговорим о такой группе рыб, как барракуды. И о муренах. О муренах, да. Животных, которые нагоняют просто страх и ужас на всех, особенно на тех, кто в них не разбирается. Я уверен, что сегодня мы с вами подробненько проговорим то, что в действительности касается их образа жизни, строения тела. И, возможно, страхи уйдут, улетучатся. Почему? Потому что, когда приходит знание, уходит страх. Так устроено. Я предлагаю, чтобы мы начали сегодня, друзья мои, с акул. Это целая такая большая, очень емкая группа рыб, которые обитают в Мировом океане невероятно долго. Ну, столько, сколько акулы хозяйничают в Мировом океане, друзья мои, пожалуй, даже ни одно другое позвоночное не живет на нашей планете. Удивительно, но акулы появились на планете раньше, чем деревья. И уж что говорить, что они появились намного раньше, чем динозавры. Значительно раньше. Суша была необитаемой, когда акулы впервые появились. Это были уже совершенные, уже готовые к тому, чтобы хозяйничать в Мировом океане акулы. Какие самые популярные акулы? На слуху у тебя, Тась. Ну, большая белая акула. Ну да, легендарная, да? Чем она известна? За что мы ее боимся или любим? Не знаю уж. Она выглядит очень большая. Она очень большая и устрашающая, пожалуй, и, наверное, предок Мегалодона. Ну, один из, возможно, один из сородичей. Мегалодон, скорее всего, ее предок, да, не она. То есть, да, Мегалодон. Мегалодон, да, как многие считают, что она потомок Мегалодона. Но ты правильно сказал, что скорее всего, потому что большинство ученых, так, зоологов действительно считало ее потомком. Но сейчас считают, что Мегалодон не ближайший родственник белой акулы. Хотя похоже, да. Он может быть дальним. Может быть отдаленным, да, как из одной группы животных. Хорошо. Что же нас пугает-то в ней больше всего, кроме устрашающего вида? Тут дело-то не просто в внешнем виде. То, что она может на человека напасть. А это ее кровожадность и характер. Да, да, это страшный хищник. Действительно, характер именно таким он сложился за миллионы лет ее обитания на Земле. Но уже и в древности, вероятнее всего, акулы были такими же кровожадными, как и сейчас. И в течение эволюции внешнего вида акул, они все более и более приобретали все более и более совершенные инструменты, которые позволяли им быстрее отыскивать добычу. И быстрее убивать ее, да. И определять, можно ли это есть или невозможно это есть. Или это опасно, нужно уходить от этого объекта. Именно такие органы чувств позволили акулам достаточно быстро стать верхушкой разных пищевых цепей. Что это значит, что они наверху пищевых цепей? Ну, это значит, что их, наверное, почти никто не сможет съесть. Да, совершенно верно. Они короли в океане. Абсолютно, да. У них нету врагов природных. У крупных акул действительно врагов нет. Что касается акул более мелких, там ситуация более сложная. Ну, давайте поговорим про крупных, про большую белую прекрасно. Еще каких мы знаем акул? Ну, крупных есть. Да. Там есть, ну, например, акула-ангел. Это полускат, полуакула. Это более мелкое и глубоководное животное. А вот из крупника такого, из крупных и страшных. Вот тех самых, которых боятся. Теми из тех акул, которых пугают. Тигровая акула. Конечно, китовая акула. Китовая акула. Отлично, очень хорошо. И действительно, нужно ли бояться китовой акулы? Сейчас тоже поговорим подробно. Два примера самых кровожадных, согласно общепринятому мнению, это тигровая и большая белая. Большая белая, самая крупная, до 7 метров в длину. Какие же органы позволяют акулам, крупным акулам, оставаться на вершине пищевой цепи? Во-первых, зрение. Как ни странно, акул неплохо видят. Зрение и слух. Да, зрение шикарное. Они могут обнаружить добычу за километр. И это не составит большого труда. Абсолютно. Совершенно верно. Но зрение в этом уже не поможет. Для того, чтобы за километры обнаружить. А что же помогает? Какой орган чувств очень важный? Пожалуй, слух. Или нет? Не слух, а обоняние. Обоняние. Они могут почувствовать запах крови на очень большом расстоянии. Даже при том, что крови вытекает из животного очень мало. Какая кровь представляет для них наибольший интерес? Какая кровь, каких раненых животных они избирают в качестве своей мишени? Ну, во-первых, они каннибалов. Они могут съесть себе подобных совершенно спокойно. Да, действительно, такое может быть. Но вероятность, что одна раненая акула встретит другую, она не очень высокая. Поэтому в первую очередь они нацелены на других животных. На каких? Ну, например, это бывают маленькие рыбы. Да. Это, скорее всего, просто 10. Рыбы. Совершенно. Нет, рыбы. Отлично. Действительно, пока белая акула подрастает, молодые белые акулы питаются рыбами в основном. Потому что крупную добычу пока она не по зубам. Вот, когда животное вырастает до крупных размеров. 6-7 метров, это уже по зубам. 6-7 метров, это уже крупная взрослая особь. И тут уже одной рыбы недостаточно. И тут белая акула начинает питаться теми животными, которыми, собственно, составляет основной ее рацион. Это кто? Тюлени. Да, в первую очередь это морские млекопитающие. То есть животные очень жирные, сытные, значит, да, можно запасать эту энергию, да, которую они... Если постараться, можно и касатку умять, но это если постараться. Да, и совершенно верно, касатку, либо других представителей отряда дельфиновых, да, например, раненых дельфинов, которые могут попасть ей на пути. Может быть, их поранила другая белая акула, а этой белой акуле достанется больше. Да, да, и дельфину удалось скрыться, он, будучи раненым, вместе со своей стаей ушел от погони. А для другой акулы он станет мишенью. Почему? Потому что кровотечение из его раны, оно способствует тому, чтобы акула его определила, нашла, будет долго следовать за стаей дельфинов. Но акулы, как известно, на дельфинов не нападают, на стаю дельфинов. Особенно на стаю, потому что акулы, ух ты, дельфины могут причинить им серьезный верет. Какой и как? У них, у дельфинов, очень сильные челюсти и такой, так называемый, клюв, очень сильный. Да, они совершенно... И они могут в живот сильно этим клювом попасть, акуле, и это очень болезненно. Абсолютно. Акулу это сильно травмирует, и этим самым клювом, дельфинем, они идут на таран и могут акулу забить до смерти. Акула просто получает серьезные травмы. Это как меч. Почти как меч, но я бы назвал скорее тараном, потому что это тупое орудие, которое бьет акуле в область, то, что мы называем, в брюхо. Пожалуй, меч можно назвать рыбу-меч, а вот тараном... Да, да, да. Это дельфин, согласен. Слушай, а хорошо, бьет куда дельфин? В брюхо? В брюхо, в жабры. В жабры, совершенно верно. Почему надо бить в жабры? Потому что там, если ты перекроешь или испортишь дыхание акуле, она, по идее, задохнется и умрет. Да, нарушение дыхания крайне опасно для акул. Все-таки у всех есть мозг, и все продумывают свои охоты. Совершенно верно, совершенно верно. Акуле постоянно нужно обогащать свой организм кислородом, а возможно это сделать именно благодаря такому органу, как жабры, который устроен очень тонко. У этих акул, у акул пять жаберных щелей, где на жаберных дугах много-много кровеносных сосудиков. Это да. Им нельзя останавливаться за исключением двух акул. Это акулы-ангел и... А давай про останавливаться поподробнее. Почему нельзя останавливаться? Потому что акула, ну, она так как вздохнется. Так, а что она обеспечивает благодаря своему движению? Что происходит, когда она движется постоянно? Вода попадает в жабры и... Так, через что? Через... Через... Через рот, да. Через рот. Вода попадает в жабры, вытекает через жаберное отверстие. Да, и остаётся кислород. Это воздух, как мы дышим, вот и она так дышит. Кислород, который растворён, совершенно верно, в воде, он проникает сквозь сосуды акулы в жабрах и попадает в кровоток акулы, и этот кислород насыщает органы акулы. А углекислый газ, который акуле не нужен, это как бы токсичный компонент крови, она его выделяет через жабры, и он попадает в воду, соответственно. Таким образом, рыбы точно так же, кстати говоря, все рыбы, не только акулы, точно так же, как и млекопитающие, насыщают окружающую среду углекислым газом. Вот. Поэтому вот тот углекислый газ, который... Мы тоже. Да, и мы. Мы только не воду, а... Только мы не воду, а воздух. Да, атмосферу. Таким образом, акуль действительно, как Тася верно сказала, нужно постоянно находиться в движении и постоянно открывать... Открывать свои пасти. Свою рот. Да, да. Акулы не закрывают рот, потому что вода должна затекать в рот и вытекать из жабер постоянно. Ну, разве что, когда едят, им же надо переживать. Да. Ну, там понятно, что во время кусания течение все равно сохраняется через жаберные щели, потому что когда она откусывает кусок жертвы, да, так это назовем, вода точно так же присасывается туда, затекает в пасть. Через жаберные щели выходит и обогащает кислородом органы акулы. Так вот, дельфины действительно пользуются уязвимостью акул и бьют их в жабры, травмируя их и нарушая кровообращение в области жабер. Да, и в итоге они могут погибнуть от такой травмы. Друзья мои, я приглашаю вас звонить в эфир, задавать ваши вопросы относительно акул. Мы сегодня с Тася вместе и с вами, друзья, говорим о хищных рыбах океана. У нас сейчас акулы. Сегодня же мы обсудим обязательно барракуд и мурен. Вот уже во второй половине нашего эфира. Сейчас, напомню, телефон в студию. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Можно звонить сейчас и задавать ваши вопросы об акулах. Мы с Тася на них поотвечаем. Давайте попробуем. Так, ну вы не стесняйтесь, друзья. Я вижу, звонки есть, но они очень робкие и стеснительные. Давайте, звоните нам. Хорошо, про белую акулу более-менее понятно. Давай тогда про акулу. Да, вот еще, чтобы очень важный момент. Мы начали с того, какие органы чувств есть у акулы и благодаря чему она такой совершенный охотник. У нее на морде, как мы знаем, имеются особые маленькие красные точечки, похожие на родинки или на прыщики. Они выполняют очень важную роль. Благодаря им акула определяет изменения в электромагнитном поле, температуру в том числе, на больших расстояниях от себя. То есть, для чего они нужны, если так просто? То акула может заметить возможную жертву свою, скажем, тюленя. И в этом помогают эти маленькие родинки. Эти родинки, по-научному они называются ампулы лоренцини. Они улавливают изменения в электромагнитном поле, могут уловить движение теплокровного животного на некотором расстоянии, определить скорость этого животного, определить силу размера этого животного. И вот акула таким образом понимает, что есть жертва, она находится там, скажем, в 500 метрах от акулы. Акуле нужно двигаться туда, акула движется туда, но акула никогда не набрасывается сразу. Проблема акулы в том, что она сначала рассматривает жертву и достаточно долго. И в тот момент, когда она понимает, что это безопасно, потому что в случае дельфинов, например, нападать опасно, потому что в стаю дельфинов рванешься, так там тебя забьют. В принципе, да. Акула аккуратно высматривает свою жертву и в какой-то момент делает бросок. Вот тот самый бросок, который позволяет ей окончательно определить, кто перед ней. И здесь самое время сказать, почему крупные акулы нападают на людей. При том, что мы прекрасно знаем, да, Тась, что акулы не рассматривают человека в качестве еды. Да, человеком нельзя насытиться. А почему человеком нельзя насытиться? Ну, это потому что... У человека очень мало... Очень мало там мяса. Мяса. Мяса мало у человека. Это не то. И жира там тоже мало. Они нападают не со зла, в принципе, как и барракуды. Да, да. Как и барракуды, как и мурены. Они нападают не для того, чтобы убить человека или ранить его. Просто понимаете, наши конечности похожи на рыб. Да. Это в случае мурены прекрасное сравнение. Ты сказал, обязательно мы к нему вернемся. Давайте звонок примем. К нам звонят. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Плохо слышно, друзья мои. Давайте договоримся. Когда вы звоните нам, нужно сделать потише приемник и разговаривать с нами через трубку. Вот тогда будет отлично слышно. Можно будет задать вопрос. Давайте еще разок попробуем. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Да, совершенно верно. Звоните, друзья. Не стесняйтесь. Итак, давайте про органы чувств. Да, по поводу нападения. Акулы не рассматривают человека в качестве еды, но акулы видят человека, плывущего, скажем, на мелководье. Он может напомнить, аквалангист в том числе. Может быть, это может быть дайвер. Или дайвер, совершенно верно, совершенно верно, может принять акула его за тюленя, потому что по размерам близко. Особенно, если человек решит показать своим товарищам, какие он фигуры может быть, может, умеет делать море. И тогда акула такие, тюленчик. Акула интересуется, да, акула подплывает ближе, акула может попробовать. Но такая проба очень дорого обходится человеку, потому что такой укус очень плохо заживает. Это серьезная травма и рана. Или человек может остаться инвалидом без ноги. Алло, здравствуйте. Я хотела спросить один вопрос. Да, давай, ты представься, расскажи, как тебя зовут и сколько тебе лет. Здравствуйте, меня зовут Камила. Я хотела задать вам один большой вопрос. Да, Камил, давай, задавай. Мы готовы. Извините, а вот вообще сколько лет живут акулы? Продолжительность жизни особи, да? Ты про это спрашиваешь? Или сколько они на планете существуют? Вообще сколько их существует? Сколько на планете они существуют? Да. Около 400 миллионов лет они существуют на Земле. Это очень давно. Это древнейшие позвоночные. Если вообще говорить, Камил, про тех животных, которые сейчас живут на нашей планете, и при этом можно сказать, что они ископаемые. То это акулы, это медузы, из древних, кто еще из без позвоночника, это тараканы, очень давно живут на планете, мечехвосты и наутилусы. Но из всех, кого я сейчас назвал, только акулы относятся к позвоночным. Вот такой ответ, Камила, на такой вопрос. Спасибо большое. Спасибо, тебе хорошего дня. Таким образом, акула нападает не для того, чтобы убить человека, не для того, чтобы травмировать, а чтобы просто изучить, понять, это можно есть, это съедобно или несъедобно. Попробовать. Да, попробовать. Это как мы иногда делаем. Как и мы делаем. Вот, например, возьмем собаку. Собака же тоже, чтобы лучше разобраться, кто перед ней или что перед ней, что делает. Она не со зла, конечно, кусает человека или нюхает его, или лижет. Да, совершенно. Вот ты правильно говоришь, она нюхает и может лизнуть. Что она кусает, ну, вряд ли собак сразу будет кусать, но будет нюхать точно. У тебя есть собак? Ну, у меня нет, а у сестры есть. У сестры есть собак. Вот, ты прекрасно. Когда мы приезжаем, она постоянно нюхает ноги. Как она ведет себя? Нюхает ноги, может лизнуть руки, например. Был такое? Очень часто лижет колени и стерук. Вот. Акула делает похожую вещь, только она не может понюхать. Лизнуть тоже не может. Не может лизнуть. Она пробует буквально вот ртом. Некоторые ученые, кстати говоря, считают, что она с помощью своих зубов определяет степень жирности. Определяет жирность того объекта, который находится перед ней. То есть у акулы есть много органов, которые заменяют наши. Совершенно верно. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Как тебя зовут? Расскажи нам и откуда ты звонишь. Володя. Откуда ты, Володь? И сколько тебе лет? Я из Москвы, мне 9 лет. Так, Володь, давай мы слушаем твой вопрос. Стасей, попробуем ответить на него. Да. Сколько вот продолжительность именно особи акул? А, сколько одна особь живет. Отлично, хороший вопрос. Это очень сильно зависит от... 500, 100? Нет, нет, нет. Это не настолько долго. Да. Но ты сейчас правильно сказала про 500 и 100. И я сейчас вернусь к твоим словам. В среднем акула живет не очень долго. Это все в пределах 20-30 лет. Вот такой средний возраст. Но есть, как Тася сейчас, забежав вперед, сказала, есть единственный вид акул, который был совсем недавно открыт, называется гренландская акула. Это самый большой долгожитель на нашей планете. Это животное, которое может жить до 400 лет. Это потрясающе и невероятно. Некоторые люди, когда хотят сказать, что чего-то много, говорят просто 100-500. Вот и здесь я сказала 100-500. И ты не промахнулась. Вот такой ответ на твой вопрос. Поэтому очень разное время они живут, очень разные периоды. Спасибо за твой вопрос, друг мой. Друзья, мы продолжаем. Давайте начнем немножко уже говорить про барракуду. Потому что почему-то, во всяком случае, в моем детстве было такое, когда считалось, что акула и барракуда это чуть ли не одно и то же животное. У тебя не было такого никогда? Не путала ты их? На самом деле? Угу. Как я уже намекнула, я дайвер. Так. И я... Расскажи нам. Мы на самом деле спускались тогда, и я увидела акулу. Я говорю своему напарнику, что это акула. Он говорит, что нет, и это барракуда. И это оказалось барракуда. А я перепутала. То есть ты видел барракуду с твоими глазами? Да, я видела. Она была рядом с нашим флагом. Как она выглядела? Форма тела какой была? Как щука. С крестей, с акулой и все. Ага. Очень похоже на щуку. И правильно. Потому что многие совершенно искренне считают, что барракуда это морская щука. Но правильно ли говорить, что это морская щука? Нет, совершенно верно. Это неправильно. Потому что щуки относятся к отряду щукообразных. Есть такой отряд рыб. Он называется щукообразным. Но при этом она пресноводная. Да. И нет ни единственного вида, который перевели бы одна рыба там пресноводная, а совсем другая там морская. И называется оно одинаково. Нет, такого нет. Да, абсолютно правильно ты говоришь. Такого не было и не будет. Такого нет и не было. И действительно щукообразные они все пресноводные, а барракуда относятся к отряду скумбриевообразные. Вот. Эти животные, они живут только в океане, как рыба скумбрия. И вот барракуда действительно одна из них. При этом барракуда внешне действительно очень похожа на щуку. Как ты говоришь, можно принять одну за другую, их спутать и даже подумать, что там акула скрещена. Если бы не один факт, что щука может жить только в пресной воде, а барракуда только в соленой. Да, барракуда действительно живет только в соленой воде. И более того, барракуды предпочитают очень теплые моря. Типа красного? Типа красного. Вот там я и видела. Да, это как раз колыбель этих прекрасных рыб. Красное море, их там очень много. Кроме того, они могут даже через Суэцкий канал, это такой искусственный канал, который соединяет Красное море со Средиземным. Они через Суэцкий канал переплывают в Средиземное море. Поэтому даже в Средиземном море можно встретить несколько видов барракуд. Это потрясающе. Потому что мы-то принимаем Средиземное море за очень безопасное море. А в действительности, видишь, туда заплывают даже такие хищники. По поводу опасности барракуд. Да, и, конечно, барракуды водятся и в океанах, в Индийском океане, в Тихом океане тоже встречаются. Насколько я знаю, в Атлантическом их практически нет. Теперь про их опасность. Это хищник. Велика. Да, это большой хищник, крупная рыба. В длину она, конечно, гораздо меньше, чем акула. Если мы с тобой договорились, что до 7 метров может быть белая акула, если 12 метров – это китовая акула, совершенно безопасная, то барракуда – это не больше, чем 2 метра. Вот такая рыбина, у которой отличается, во-первых, огромной остротой зубов. Это очень острые зубы. Также у нее есть внутренний ряд зубов. Для чего они нужны? Для удержания добычи. Абсолютно верно. Именно благодаря внутреннему ряду зубов. Причем эти зубы направлены не наружу, а как бы внутрь завернутые. Как кинжалы. Как кинжалы, да. И они удерживают пойманную добычу в челюстях этой рыбы. Реакция у нее очень быстрая. Кстати, барракуда появляется в одном мультфильме, о котором мы, кстати, на нашем лагере говорили. Это мультфильм «В поисках Немо». Я недавно смотрел как раз тот отрывок, там, где была рыба с огоньком. Это не барракуда. С огоньком – это подводная. Мы тоже на лагере с Тася обсуждали. Друзья мои, в самых первых кадрах в поисках Немо, когда появляется барракуда на несколько секунд, именно она съедает всю кладку икринок. Вот эта страшная морда. Кроме одной единственной, той самой, которой станет Немо. А у нас сейчас короткий перерыв на пять минут, друзья мои, после которого у нас будет розыгрыш, и мы продолжаем наше обсуждение. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Друзья мои, добрый день. Это Александр Толмачев и Тася Лазарева. Мы сегодня беседуем про самых опасных хищных рыб Мирового океана. И сейчас у нас наступает время розыгрыша. В чем оно будет заключаться? Давайте я вам сейчас порассказываю, друзья мои. Для тех, кто не знает. Завтра в 16.00 в Российской Государственной Детской Библиотеке пройдет моя очередная живая лекция. Сезон открыт. Называется она «Тираннозавр против индоминуса». Для тех, кто не знает индоминуса, это совершенно потрясающее животное. Это динозавр-мутант, вымышленный, несуществующий. Мы вместе с детьми будем разбираться в его геноме. Мы будем разбираться, каким образом он был сконструирован. Геном каких динозавров вошел в состав генома индоминуса. Там и тираннозавр, и корнотавр, и терезинозавр. И мы про всех них будем говорить. Кроме того, будем говорить еще и о животных, гены которых тоже были использованы при конструировании индоминуса. Это квакша, гремучая змея и каракатица. Его называют индоминус-рекс. Индоминус-рекс, да, совершенно верно. В каком фильме он был, ты помнишь? Вот нет. «Мир юрского периода». Там его используют. Так вот, именно доступ, как бы не доступ, а билет на эту лекцию мы с вами разыграем прямо сейчас. Можно будет прийти завтра в 16.00, если вы правильно ответите на мой вопрос. Если вы не из Москвы, то я вам дам доступ к моей онлайн-лекции. Называется она «Как устроены черные дыры». Она такая у нас самая популярная получается. Итак, телефон для дозвона к нам сюда. Вот Ася мне показывает фотку индоминуса. Он интересный, этот пенозавр. Он очень крутой, да. Вот, наверное, король. Да, король. Ну, он вымышленный, понимаешь? А жалко. Ну, да, согласен. Телефон в студию 84957373948, друзья мои. Да, вот уже Ася помнит. Я вот почти выучил. Ну, а тут есть у тебя шпаргалка, по-моему, где-то рядом. Нету? Ну, ладно, только у меня, значит. Вы, друзья, дозваниваетесь, а я буду задавать вам вопросы. Ну что, поехали. «Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Влад. Влад, а ты откуда? Сколько тебе лет? Расскажи нам о себе. Мне пять. Тебе пять. Отлично. И откуда? Ты из какого города? Из Краснодара. Ты из Краснодара. Прекрасно. Ничего себе. Если ты из Краснодара, то в случае правильного ответа я дам тебе и твоим родителям доступ к моей лекции про чёрные дыры. Тогда, если ты готов... Покупали. А уже видели, да? Ой, а что же делать-то? Давай-ка так. Я дам доступ к какой-нибудь другой лекции. Договорились? Да. Да. Например, тираннозавр против спинозавра. У меня такая есть. Ну да, да. Ну, я и хотел. О, прекрасно. Хорошо. Давай, Влад, поехали. Вопрос будет такой тебе. Про акул. Какая из этих акул совершенно не опасна для человека, Влад? Вот я сейчас три варианта тебе дам, и ты попробуй отгадать. Итак. Мне уже тоже интересно, что за вариант. Только ты ему не подсказывай. Подожди. Конечно. Влад. Итак, первый. Акула-молот. Второй. Тигровая акула. И третья. Китовая акула. Какая из них не опасна для человека? Акула-молота. Нет. Подожди, Влад. Не спеши. Ты поспешил немножко. Ничего страшного. Давай. Акула-молот опасна для человека. Она потенциально агрессивно может нападать. Вот давай между двух выбираем. Тигровая или китовая. Какая не опасна? Я думаю, китовая. Китовая. Конечно, китовая совершенно не опасна, потому что, несмотря на то, что у нее несколько тысяч зубов во рту. Они слишком маленькие. Они микроскопические. Совершенно верно. Некоторые даже думают, что их там нет, но они там есть. Да. Великая загадка. Абсолютно верно. Она сбивает с толку китовая. Прекрасно. Я записал, Влад, номер телефона. Это там, видимо, мамин или папин номер телефона. И на него я пришлю такой специальный пароль. Да, приглашение, по которому можно будет любую лекцию скачать. В частности, ту, о которой мы договорились. Тираннозавр против спинозавра. Отлично? Договорились? Спасибо тебе большое, Влад. Дорогой мой, желаю тебе хорошего дня. Друзья мои, все мои видео лекции находятся на моем сайте детлектор.ру, детлектор.ру. Там мой каталог всех видео лекций. Их сейчас 26. Можно заходить, выбирать любую. Вообще доступ платный. Но сейчас у нас есть возможность, видите, получить его бесплатно. А мы продолжаем. Между тем, телефон студии 8495-7373948. Я так медленно говорю мне, потому что дети говорят, вы там так тараторите, совершенно невозможно разобрать. А я сейчас запишу, и мы будем хором все это говорить. А, ну вот, в следующий раз ты будешь говорить. Важно. Так, хорошо. Ну что, друзья, поехали. Кто у нас следующий? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Как тебя зовут? Эдгар. Эдгар, сколько тебе лет? Я из Москвы. Друг мой. Мне 11 лет. Прекрасно, Эдгар. Давай тогда вопрос тебе посложнее зададим, да? Прям очень сложно. Нет, не надо. Готов ты, Эдгар? Да. Так, хорошо. Значит, в случае правильного ответа, я буду рад увидеть тебя завтра. На лекции. На лекции в Российской государственной детской библиотеке в 16.00. Моя лекция «Тираннозавр против индоминуса». Хорошо. Так, какой внутренний орган помогает акуле постоянно держаться на плаву? И вот тебе три варианта. Сердце, желудок или почки? Желудок. Совершенно верно. Умница. А как ты догадался? Давай-ка расскажи. Потому что непростая задачка-то. Что еще раз повторить? Смотрите, как ты догадался, что это желудок? Сердце, желудок или почки? Ты правильно ответил. Но мне просто очень интересно, как ты догадался. Там воздух. Абсолютно верно. Умница. Браво. Ну, Эдгар, ты действительно достоин для того, чтобы обязательно завтра прийти на лекцию про индоминус. Мне кажется, потом этот человек будет знать все. Татья, смотри, я сейчас просто немножко объясню. Совершенно верно. Ты объяснил это так, Эдгар, как надо. Поскольку сердце – это орган, всегда наполненный кровью. Другими словами, это просто сосуд, трубка. Поэтому воздух на поверхность, оно акулу поднимать не может в сердце. Почки – это орган тоже, в котором нету воздуха. А вот в желудке и в кишечнике действительно у акулы могут накапливаться газы, которые способствуют ее всплытию, то есть усиливать ее плавучесть. Просто у акул нету плавательного пузыря. Они настолько древние, что у них, в отличие от костистых рыб, плавательного пузыря нет. Эдгар, спасибо тебе, друг мой, большой. Я записал номер телефона. Я позвоню и объясню, как пройти на завтрашнюю лекцию. Спасибо тебе, друг мой, до встречи. Я просто напомню, друзья, что в Российской государственной детской библиотеке завтра в 16.00 пройдет моя новая лекция под названием «Тираннозавр против индоминуса». А в следующие выходные у меня лекция будет в Доме кино в 12.00 в воскресенье. И она называется, Тася сейчас воскликнет, «Жив ли мегалодон?» Ура! Да, Тася знает все мои истории про мегалодонов. Итак, поехали дальше, друзья мои. Движемся. У нас остался последний вопрос, который я с удовольствием разыграю для вас. Если вы не из Москвы, то я приглашаю вас на мой сайт детлектор.ру в мой каталог видеолекций. Если вы из Москвы, то welcome на завтрашнюю лекцию про тираннозавра и индоминуса. Или на следующие выходные. Да, например. Много лекций будет. Поехали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Как тебя зовут? Даниил. А сколько тебе лет, Даниил? Девять. Отлично. И ты из Москвы или нет все-таки? Я из Москвы. Ты из Москвы. Прекрасно. Догадали. Да. Значит, в случае правильного ответа, завтра жду тебя в библиотеку на тираннозавра и индоминуса. Интересная лекция. Да. Даниил, давай. Вопрос будет сложноватый, учитывая то, что сегодня мы про мурен еще не говорили, а вопрос как раз про мурен. Но ты не переживай. Мы, если что, тебя подстрахуем тут, Стасей. Да, Тась? Ну, конечно. Поможем. Итак, какой невероятной способностью обладают мурены? Ой. Вот одну из этих способностей сейчас надо будет угадать. Первое. Подожди, подожди. Я знаю. Первое. Они могут менять пол с мужского на женский. Второе. У них может отрастать второй хвост. И третье. У них голова и хвост могут меняться местами. Давай, Даниил, подумаем вместе. У них пол может меняться с мужского на женский. У них может отрастать второй хвост. Или у них голова и хвост могут меняться местами. Как ты думаешь? Второй хвост. Нет. Еще одна попытка. Дело не во втором хвосте. Они меняют пол с мужского на женский. Или у них голова с хвостом меняются местами. Меняют пол? Да, они меняют пол. Совершенно верно. Об этом даже я не знала. Ну, даже Тася не знала об этом. Ты видишь? Но все равно. Молодец. Умница. Ты правильно ответил. Презинформация. Прекрасно. Я жду тебя завтра на мою лекцию Тираннозавр против Индоминусов в 16.00 в Российской государственной детской библиотеке. Для тех, кто не дозвонился, просто напомню, что все билеты регистрации на моем сайте детлектор.ру. Да. И надо напомнить телефон. А телефон все уже, все, ребята. Напомню. Ну, в принципе, ребята же могут сейчас звонить, вопросы нам задавать, правильно? Поэтому давай напомним. Какой у нас телефон? У нас телефон 84-495-73948. Отлично. Даниил, давай, дружочек, договоримся, что я сейчас по номеру твоему позвоню для того, чтобы объяснить, как пройти в библиотеке. Так, опа. У нас разъединилось. Ничего страшного, ничего страшного. В любом случае, победитель у нас есть, телефон его записан, и мы обязательно с ним свяжемся и объясним, как добраться завтра на встречу. А ребята продолжают звонить, между прочим. Давайте попробуем пообщаться с ними. Плюс интересный. Алло, здравствуйте. Добрый день, алло. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Давид. А сколько тебе лет, Давид? Я из Москвы. Хорошо, а лет тебе сколько, Давид? Восемь. Ага. Ну, давай, задай какой-нибудь нам вопрос интересный. Попробуем его ответить? Мы попробуем ответить. Или ты хотел сам поотвечать на вопросы? Я хотел бы сам поотвечать. А, ты сам хотел. Так, ну, Давид. Одно из двух, Давид. Давай, дружок, мы сделаем так, так как вопросы у меня кончились. Я задам тебе вопрос из другой темы какой-нибудь. Вот. Если ты правильно ответишь, я тебя тоже позову на лекцию. Договорились? Да. Супер. Так. Я смешной вопрос сейчас буду задавать. Так интересно. Для тех, кто мой блог читает в Инстаграме, для них это все будет просто. Пытай. Итак, где зимуют раки? Где зимуют раки? Окей. Это серьезно. Рак не. Подожди, подожди, друг мой. Подожди, подожди, Давид. Давай, сейчас мы так сделаем. Я варианты предложу тебе, а ты выберешь один. Хорошо? Итак, в подводных норах пресных водоемов, второе, это первое было, второе, в норах, на суше, но возле воды, или раки всегда уплывают в теплые регионы, где вода не замерзает. Как бы ты ответил? В подводных норах пресных водоемов, второе, в норах, но на суше, возле воды, и третье, раки уплывают туда, где тепло и вода не замерзает. Я думаю, в подводных норах Совершенно верно, конечно Раки зимуют там же, где живут Это значит, что они никуда не уплывают Они просто опускаются поглубже Уходят поглубже в глубокие места водоема Залезают в норы Или под коряги прячутся И в таком состоянии зимуют Причем в спячку даже не впадают Просто без движения находятся И даже, кстати говоря, охотятся, ползая по дну И теперь мы знаем, что ответить Вот, когда нам говорят, и теперь ты узнаешь, где раки зимуют Я знаю, где раки зимуют Вот, и Давид тоже теперь знает об этом Ну, прекрасно Давид, номер телефона я записал После окончания эфира Расскажу, объясню, как пройти завтра На мою лекцию Тираннозавр против индоминуса В Российской государственной детской библиотеке Договорились, друг мой? Спасибо тебе большое, счастливо, до скорой встречи Пока-пока Вот, ребята сегодня молодцы Кстати говоря, они продолжают звонить Давай примем еще один звонок Потому что, да, потому что некрасиво А то мы заболтаемся У нас будет 10 минут еще, чтобы поговорить про Мурен Алло, здравствуйте Алло Да, здравствуй, как тебя зовут? Влад Влад, а сколько тебе лет? Мне 9 Я вам уже дозванивался Ты сегодня дозванивался? Ты первый? Нет А, ты в какой-то другой день нам дозванивался, да? А-а-а Хорошо Вот назад А, друг мой Ну что ты хочешь? Как? Ты хочешь сам ответить на мой вопрос И получить лекцию в подарок? Или ты хочешь мне задать какой-то вопрос? И опять же получить лекцию в подарок? Тася Ответить А, ты хочешь ответить Ну давай, я тогда выберу какой-нибудь вопрос из прошлых Ладно? И тебе задам Договорились? Ладно Давай, я прямо сейчас буду выбирать На сегодня слишком много любознательных людей И у вас вопросы кончились, да? Нет, вопросы мои бесконечны Ой, замечательно Здесь не надо волноваться У меня очень много Я тоже позвоню Так, 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 так Я выбираю тебе вопрос Сейчас, сейчас, сейчас Вот Так Вопрос будет с одной стороны легкий А с другой стороны не очень Вот Потому что тема очень такая близкая нам всем Почему собаки иногда воют в пустых квартирах, Влад? Почему собаки иногда воют в пустых квартирах Первый вариант Они зовут других собак по соседству Зовут других собак по соседству Второй вариант Они зовут хозяина и его семью И третье Они боятся тишины в доме и так заглушают ее Итак, воют, чтобы позвать других собак по соседству Они зовут хозяина и его семью Или они боятся тишины в доме и заглушают ее Влад, давай, подумай Зовут других собак Такое может быть Но это исключительно редко Все-таки причина другая Какая? Хозяина Ну, кто тебе подсказывает? Правильно подсказывает Хозяина, зовут хозяина его семью Я показываю так двушку Мне Тася показывает, что она знает Нет, я предположила Отлично, вопрос засчитан Вопрос засчитан Друг мой, я записал сейчас номер твоего телефона Я только не могу на лекцию пойти Я знаю А, может, а откуда ты, друг мой, скажи Я из Москвы А, ты же из Москвы Слушай, а я почему-то решил, что ты не из Москвы Ну, отлично Ну, все, тогда номер телефона записал Все проблемы решены Позвоню, объясню, как добраться До Российской государственной детской библиотеки Вообще-то туда очень легко приехать Это Калужская площадь, дом 1 Метро Октябрьская И завтра в 16.00 у меня будет лекция Терранозавр против спинозавра Отлично, до скорой встречи Пока-пока Что против спинозавра Ой, против индоминуса А мы уже отключили Против индоминуса Нет, 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 меня слышно Хорошо, давай про мурен У нас осталось Я про звонок Несколько мурен осталось Так, ага Несколько минут осталось, а не мурен Тася, подожди Итак, мурены, друзья мои, живут в той же среде, в которой живут барракуды И это потрясающе любопытно Ну и акулу тоже иногда Нет, не скажи Красное море, то самое, где прекрасно Я видела все три вида Ты видела мурен? Своими глазами, да? Не в аквариуме, а именно в воде, да? Мурены это экзотическая, потрясающая рыба, которая к угреобразным относится Она не родственник ни акулам, ни барракудам Не похожа на них Ну, я бы не сказал, что сильно похожа У нее в отличие от них Я и говорю, не похожа А, не похожа, да, совершенно не похожа У нее очень длинное тело Она длиннее, чем барракуда Со змеей можно спутать Похоже, да, на змею Длиннее, чем барракуда И может И страшнее В длину достигать Трех с половиной метров Ну, это, в принципе, как белая акула, только маленькая Да, да, она как акула Бывают очень крупные мурены И бывают аквариумные мурены Очень симпатичные, такие милашки И они совершенно не выглядят страшными Например, даже лицо Такое было Да, носатые мурены Выглядят очень симпатичными Яркими, такими пестрыми Те, кто мой блог в инстаграме читают Кстати, его можно найти легко Просто набрав мое имя, фамилию Александр Толмачев В инстаграме Вы легко Или дедлектор Перейдете туда Да, или дедлектор Там я недавно рассказывал Как раз о носатых муренах Это удивительные животные Давай два слова про них скажу все-таки Это, во-первых, они маленькие Им надо тоже уделить внимание Они меньше, чем гигантские У них Они отличаются от остальных тем, что у них на носу растут два лепестка Вот так вот Красивенько Очень красивенько Это вывернутые наизнанку ноздри Ого Да У них ноздри, вот не как у нас дырочки А наизнанку вывернуты И заканчиваются лепестком Они им нужны для того, чтобы находить своих жертв На большом расстоянии благодаря своему обонянию Нюхать Да, Тася мне тут показывает, как они нюхают Вот Интересно, все-таки животные Аквариумные рыбы, они тоже яркие и пестрые Им надо тоже быть яркими и пестрыми А аквариум же создан, чтобы рыб показывать на показ Да Показывать на показ Абсолютно Именно поэтому эти носатые мурены часто становятся обитателями домашних аквариумов Таких больших Они полосатые Почему-то я не видела Да нет, я уверен, что ты видела На самом деле такая распространенная рыбина Сейчас все будет Ты можешь поискать, да Да, я буду его искать Тася, как все современные дети, полезла в инстаграм Ты полезла? Не, я в интернет А, просто в поисковик, да? Так вот, это ленточная мурена Вот эта носатая Она синей, синего цвета И желтую полоску на себе имеет Желтая полоска узкая А синий цвет, он почти полностью все тело ее окрашивает Причем любопытно то, что эти мурены носатые Они, как и остальные, кстати говоря Рождаются одного пола Обычно мужского пола А потом Некоторые из них, около половины, меняют пол на женский Таким образом, мурены относятся к гермафродитам Потому что они просто могут в зависимости от факторов окружающей среды Там, от температуры Но это не Тася показывает картинку Это не та Нужна носатая мурена Найди носатую мурену То есть я ее отличу от всех? Да, сможешь Она такая синяя и желтая Как флаг А, вот, вот оно Нашла? Вот оно Показывай Да, это она Молодец Не совсем лепестки А вот самцы, причем, этой носатой мурены Они синего цвета Преимущественно синего цвета А что касается самок То они чисто желтые Вот И такой яркий цвет этим муренам нужен для того, чтобы Одни особи отличали других Зрение у мурен не очень Мягко скажем Тась, и вопрос к тебе Звучит плохое Вопрос к тебе, да Вопрос к тебе Почему мурену опасно кормить из рук? Если это дикое животное в природе Ты, как мурен наблюдала Вполне можешь точно ответить на этот вопрос Почему опасно кормить из рук? Учитывая, что у них очень плохое зрение Потому что они Потому что они Раскроют пасть И И не увидят А у них ведь очень острые зубы Они не увидят ваши пальцы Они случайно их Да Их как ножом Они их путают с едой Если пальцы аквалангиста Держат в руках пищу Например, кусок мяса Особенно в Красном море Потому что в перчатках нельзя Ты должен кормить Ну, не должен, конечно Но если покормишь голой рукой Тогда он думает Да даже если в перчатке Рука находится Бывая черная еда Запах Дело не в цвете А запах? Вообще не в цвете Запах У мурена У мурена же очень важный орган чувства Это обоняние Да И когда в руках находится еда Запах пищи Он пропитывает Перчатку в том числе Мурена Благодаря Не благодаря А из-за своего Плохого зрения Может Не отличить границу еды От вашего пальца И тут Плохой конец Потому что она Кусает за палец Наносит сильную рану Серьезную Вот А укусы мурены Очень плохо заживают Кроме того Есть миф очень популярный О том что Мурены ядовиты Слышала об этом? Ну конечно слышала И что думаешь на этот счет? Они на самом деле Не ядовиты Ну я так не думаю Наверное они просто Устрашающе выглядят Но не ядовиты Они не ядовиты Конечно Яда у них нет Может конечно есть виды Он не вырабатывается Нет-нет-нет Яд у них не вырабатывается Никакой Но в результате того Что Вот этот Чистокол зубов Очень плотно У них сидит во рту У них между зубов Часто остаются Кусочки Рыб Которыми они питаются И сейчас Немного в шоке Это зубы мурены Да Это зубы мурены И это сейчас Ну если Наверное вы покормите Эту мурену То Тася показывает мне Жалко слушателям Нельзя увидеть Если вы хотите Не можно в камеру показать В принципе Ну камера вряд ли Экран телефона Может Да Не увеличивает Вот Таким образом Друзья Получается Что В зубах мурены Может оставаться пища Мурена питается Не только рыбой Но еще и Ракообразными Здесь прям нарисовано Как рыба Ну мурена Проглатывает рыбу Кроме того Пища может застревать У нее в зубах И долгое время Там оставаться Разлагаться Под воздействием Бактерий И Вот это Разложившееся мясо Оно ядовито Само по себе Да Вот этот яд Это трупный яд Ее жертв Он может Попадать То есть не сама Она ядовита Не сама ядовита Но во рту У нее яд есть Поэтому долгое время Мурен считали Ядовитыми Рыба страшная Приближаться к ней Никому не рекомендую Сама она Не нападает Нападать может Только в результате Того Что человек Ее дразнит Либо слишком близко Приближается Пугает ее Она обороняясь Может укусить А укус очень серьезный Серьезные травмы Наносит И потом Очень плохо Заживают Такие травмы Это как нам Машка Каким-то средством Шила И проткни себе руку И все Ой Не пугай нас Я не пугаю Просто говорю Как это действует Друзья мои Наше время истекает Нам пора прощаться Мы с Тасей благодарим вас За активнейшее участие Спасибо за внимание Я вас жду на мои лекции Завтра и на следующей неделе Про тернозавра с индоминусом Про мегалодоны На следующей неделе С вами был Александр Толмачев И все обо всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok